ну вот это видео конечно выйдет попозже потому что все таки ребята не получается у меня выкладывать день в день ну вот ну ну никак вот тут ну потому что надо набрать хотя бы мне надо где-то дня два чтобы набрать хоть немного просмотров а потом выкладывать потому что одно за одним видео выкладывать смысла никакого не будет короче трубу взорвали оказывается не там где я вам показал а вот там вот там новая улица открыта была вот там то есть вот где-то машинкой выезжает вот до заправки мы сейчас с вами пойдем я сейчас пойду за журналом я не знаю вышел ли журнал уже или нет потому что он должен но в группе уже не появляется фотографии видимо люди перестали покупать а говорят что сейчас у нас идет 70 по моему третий номер журнала а 75 журнал будет стоить 1990 ну 2 рубля считаете на этом моя коллекция закончится куплю из что-то из предыдущих моделек буду искать по дешевке бывает что продают со скидками даже без журналов и просто добавлю свою коллекцию пополню старыми автомобилями старыми выпусками вернее и больше ничего покупать не буду выпусков планируется там по-моему 83 или 85 но с такими успехами я думаю что не то что продлевать а эти никто не будет брать тем более с полуповторами сегодня у нас москвич но не сегодня вообще вот в этом номере москвич я его хочу купить него понравился остальные даже если что-то и понравится то я на не буду уже покупать потому что очень ребята дорого очень дорого вот или потом ждать когда будут продавать через авито подешевле ну потому что люди бывают покупают потом продают дешевле так вот трубу взорвали вот там вот ну господи ну в час ночи ну кому приспичило люди почувствовали оказывается я думал что только мы такие столько домов почувствовала вот эту волну это же сумасшествие просто ну как так то но ребята ну что вы люди теперь хотят написать коллективную жалобу ну что извините люди напугались а у некоторых пожилые люди люди реально подумали не мы одни такие оказывается стали собирать документы чтобы бежать потому что почитали новости во все лужский взрыв произошел в доме да и наши тут же и все все стали но это это дурдом ребята но только в россии на может быть такое ой ужас так что вот ладно пойдемте миссию не еще надо машину завести потому что я уже неделю как не трогал погреться и потом пройдем туда посмотрим что там а потом пойдем сходим посмотрим есть журнал если погода будет теплое если будет настроение то еще потом куда сходим я вам тоже покажу а сейчас ребята пойдемте завтракать или до завтракать так что вот ребята вот такие вот дела зимние куртки достали все так непривычно надевать такую зимнюю куртку но зато тепло вот так что сейчас сходим посмотрим что там такое там наверное уже скорее всего наверное все убрали я сейчас вот соседка разговаривал она говорит она на первом этаже ничего не почувствовал нас вот люди живущие на первом даже ничего не почувствовали абсолютно а вот мы кто выше третьего этажа это мы почувствовали видите как ладно сейчас дойдем посмотрим что там интересно даже сейчас все машины я прогрею вот а потом пойдем а ну так вот вот друзья товарищи что у нас вчера произошло вот на этом самом месте вот здесь стояла вот такая вот высокая труба увидите заваленных остатки ну и в общем короче говоря она завалилась вот туда был сильный взрыв я так подозреваю что пострадали те машины которые стояли вот здесь потому что осколки отлетели в стороны ну и поскольку мы живем принципе недалеко отсюда мы почувствовали вот этот самый взрыв на себе ощутили видите вот такие вот дома у тут он там детская площадка есть построена но что-то как-то узнать я вот здесь стою а воздух такой немножечко какой дом отброхали как все тут застроена так что вот ребята он видите завалено вот там далеке вот это как раз таки есть то что там шиндарахнула так что ребята вот такие дела мы так напугались я говорю это жесть была какая-то вот там осталось еще территория завода постепенно еще до снесут в общем здесь все будет конечно застроено да мог бы представить 20 лет назад что здесь вот так будет все застроено абсолютно не здесь раньше была железная дорога здесь раньше была железная дорога и мы в детстве здесь бегали с ребятишками теперь видите все застроено так вот я теперь понимаю почему моя знакомая живущая вот в тех домах почувствовал на себе это волну вот за церковью потому что ним здесь ближе вот так и получается что вот близлежащий район вот эти дома они все почувствовали эту такую волну написаете эта труба высоту сколько метров здоровая бандура на к теперь писать что они говорят поскольку нам пострадали машины они говорят что труба сама упала то есть вот она все время стояла 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 не падала сколько лет сколько мне уже и до этого сколько это там труба стояла то есть получается много времени она не падала а тут рука назвали упала они решили в текарях не было ротозеев долбануть и вот оказалось что вот видите как мало того что она всех напугала так еще и машины пострадали и теперь конечно же они будут от этого отбрекиваться а человек по-любому пойдет в суд чтобы требовать ущерб за ремонт автомобиля поэтому они решили сказать что труба сама упала и соответственно никто ее не трогал журналов-то и нету и самое интересное что в ларьке в котором я все время покупал там есть журнал но он предыдущий там москвич каблук и что-то мне показалось что вроде как цена слишком дорогая 1899 а может я перепутал странно а нет все так мне присказал что 1799 нет так что вот не знаю просто я в группе указали что еще одна есть группа по моделькам и там на к написали что машинка уже есть даже есть журнал у нас видимо еще независимых такими темпами если он журнал будет стоить 2000 никто покупать конечно уже не будет ладно будем ждать там посмотрим хотела я ребята дойти до кудрова и вам показать но что-то как-то я уже подустал да и на улице не шибко тепло поэтому тут сейчас встану покажу вот смотрите вот это вот улица которая идет вот она целиком прямая она идет до моего дома вот это вот сзади меня метро то есть от моего дома до метро минут 20 ну и от метро вот видите там церковь я потом может быть приближе церковь новые дома от метро до кудрова идти где-то минут ну еще минут 5 до поворота но не до самого кудрова а вот смотрите видите вот эти вот синие дома они заканчиваются там идет такой поворот налево но вы можете посмотреть на канале у елены жемчуговой а у нее есть видео про кудрова там наши по-моему три или четыре части вот получается вот по этой улице ты едешь поворачиваешь направо через железнодорожный переезд и там сбоку идут дома ленинградская улица называется так вот раньше это было не кудрова это был новый аккервиль то есть вот это вот река кервиль идет вот так она текает вот это все начинает называется аккервиль новый аккервиль и раньше считалось это городом а кудрова начиналось вот видео там синие дома вот церковь и вот синие дома от синих домов там стояла табличка кудрово и вот это все были поля здесь была картошка капуста свекла морковь мы все это ходили туда собирались ничего этого не было и вот от этого начиналось кудрово люди которые въезжали на ленинградскую думали что у них будет питерская прописка оказалось что у них прописка областная и теперь все жители куда получается вот город и пи вот это тут же пригород вот но они все равно считают что у них называется это город кудрово но для меня ребята извините как это была деревня не потому что это какое-то оскорбление а просто потому что в детстве я говорю мы ходили собирать туда картошку капусту свеклу там морковь для меня это были поля поэтому там стояли деревянные старые домики которые потом сожгли чтобы построить новые поэтому вот так ребята ну ладно там еще есть парк потом с вами знаете что сделаем когда будет тепло это нужно следующий год мы с вами соответственно сходим по прогуляемся по парку пройдемся раньше мы туда ездили каждый мой день рождения на шашлыки но в один прекрасный момент шашлыки там делать запретили все из-за народа народ сам виноват стали мусорить устраивать бардак и после этого закрыли так что ребята вот такие дела и кудрово продолжается вот до самого конца и вот там вот между тема там институт бонч бруевича и там есть такой выезд оттуда тоже в принципе можно выехать получается у нас всего два выезда вот там маленький въезд ну там сейчас сделали две полосы и соответственно там тоже выезд оттуда то есть получается два небольших въезда и выезда с кудрово мы имеем но это очень мало сравнение с тем что нам творится утром и вечером когда видел здесь вот по этой улице от моего дома пробках стоят чтобы попасть к себе соответственно домой так что такие дела извините уж ребята не пойду туда в кудрово холодно сейчас зайду в журнала нет честно зайти денежку на телефон положить и может быть зайду в макдак выпей кофе четко где под замерз и потом уже пойду домой что так ребята такие вот дела если вам интересно кстати что-то вот по нашему району да но это все же будет тогда ой а куда мы пошли то мы тут не пройдем когда будет более-менее тепло можно будет походить поснимать вот наш новый район через дорогу где я был тоже можно вам поснимать увидите тут раньше речка было пошел я как всегда в самую грязь не что господи зараза какая самую грязь но мы легких путей не ищем так что вот так ладно всех пойдемте у нас тут дом бы то есть что очень зайдем заплатить и потом попью кофе и дам стала эта сфера самообслуживание ну вернее как пошел платить в теле 2 стою это самое набираю номер телефона проверяет цифру чтобы не подходит ко мне продавец здравствуйте и вот он начинает а вы другими операторами пользуетесь я говорю нет он стоит над душой я не люблю когда у меня над душой стоят потом начинает вы знаете у нас сейчас проходят акции если покупать телефон я говорю молодой человек можно меня не отвлекать пожалуйста я сейчас не ту цифру логию а там у них еще терминал тупит потом о помощь придавали деньги на игру что я сам деньги не положу потом он опять кто кто мне стал инфу говорить и потом и ушел он понял что ну зачем отвлекать то да и сначала я деньги положу а потом если не нужно будет а сам эти подойдут на правду ничего не сказал что я без маски так чтобы он сейчас дойдем до моряка не люблю когда камни как только ко мне подходит и спрашивают вам что-нибудь подсказать у меня сразу отбиваете желание что-либо в этом магазине покупать я сразу ухожу когда мне нужно будет я подойду а так так что вот все пошли что со вчерашнего дня продают у нас нет я сейчас зайду вот здесь у нас есть неподалеку кучу два ларька очень холодно нам кто-то в подъезд раскидался явление о вступлении в тсж нам нужно их забрать я тогда как помните в одном из видео говорил что я сам буду их собирать но поскольку у нас полдома еще в принципе не собрано поэтому я как бы и ну и не тороплюсь потому что мне соседи обойти за один вечер они заполнить просят мне в почтовый ящик как бы я соберу а сегодня принесли это скорее всего я не знаю может быть это дочь председателя может сама председатель может еще кто но это халтура вот то что сделано было это халтура потому что по факту раскидали эти заявления причем положили их вверх ногами на обратной стороне выписка из игры то есть вот человек как я достаю бумажку а там выписка из игры на какие-то непонятные цифры что это такое я очень много думал на обратной стороне никто даже не смотрит что это такое и по факту я просто эти бумажки хотел уже выкинуть потом уже когда я перевернул на другую сторону я увидел что это заявление наступление в тсж я узнаю кто это сделал и реально скажу что это халтура так делаться не должно так что вот ладно сейчас посмотрим если здесь пойдем дальше ночью вот это ребята заморозили обещали же здесь помните мы ездили на слушание чтобы не застраивали бульвар они хотели здесь построить еще одни апартаменты а сейчас сказали что я читал новостях закон такой что запретят строить апартаменты кстати какой будет облом какие-то гостиницы я говорю зачем они нам здесь нужны для приезжих я говорю у нас здесь что центр города и зачем нам здесь гостиницы вы чего вообще я граставьте ли него то смотрите сколько какой кусок парка они отобрали мы вот эту часть оставим я говорю да конечно а по плану у них нарисовано у них вся территория отгорожена под постройку и они еще нам брежут что это просто когда строится градостроительный план то по градостроительному плану холодной заговариваясь то обязательно должны быть все границы от начала улицы до другой но ну бред же ну граница участка именно это те границы на которых будет разведена постройка то есть вот если например заканчиваться вот этой частью то соответственно там и должно быть закончено у них по всему периметру ждет наглый но все за заступорил знана она не будет чувствовать нет в этих двух ларьках вообще нет они даже не заказывают поэтому идем опять к метро если там ничего не будет то тогда у меня вечером все не в сторону другого ларька пойдет племяшка я попрошу если нам будет то она купить а вот сейчас покажу вот этот наш пустырь бульвар продолжение и вот этот дом я помню раньше когда мы были маленьким выбрал двоюродный когда приезжал ко мне на новый год в гости он все время говорил что он хочет захотел бы здесь жить не знаю что ему тут понравилось но он очень здесь хотел жить это вот воспоминание с детства кстати скоро ребята уже месяц остался опять новый год а снега и не помните травка зеленая снега нет ну может быть будет сборище он там ребята автошкола это вот школе долгими зимние вечерами ходил завал направо это было уже 12 13 лет назад увидеть там вход вот на первом этаже автошкола смольный называлась ноуда ленинград посмотрите люди на чем еще ездит живенький 41 москвичок что вот вспоминаю парковка у нас была вот там где фикс прайс оттуда у нас начинались практические занятия сюда я ходил на теорию и помню как один раз пришел меня была высокая температура мне бы надо было отлеживаться но последний день но не последний а уже конец было завершение учебы и папа сказал нет ты пойдешь учиться типа он как раз машина я честно покажу который я хочу купить и в общем короче говоря он сказал что ты поедешь так что вот сейчас я вам покажу машину который хочу купить вот видите она красивая вот такую же я хочу купить увидите знаете какая она она тоже леворукая они справа руки есть леворуке вот такую короче говоря она стоит где-то до 300 тысяч рублей у нее надежный автомат у нее надежный двигатель и принципе она по запчастям дешевая и неприхотливая что вот видите нельзя прошел что вот все уже дошли к метро сейчас посмотрим здесь же пожарных сейчас кстати у метро стояла скорая полиция думаю что случилось девушки стало плохо вышел этот сотрудник метрополитена вы знаете который помогает колясочников спускать вот девушку молоденькой совсем не стало плохо не знаю что у нее голова закружилась и мерили видимо давление вот она была с молодым человеком вот она вышла и там ведь мы сделали ухо может быть или таблетку какую-то дали от давления не знаю и он ее повез там возле метро трутся таксисты рвачи как я называю потому что они за облачные деньги будут я не раз как-то спросил мне надо было куда-то ехать он такую цену поднялся я бы ты чё охренел совсем что ли я в три раза дороже поэтому они даже не подключаются никаким другим такси то есть как бы да они они сами по себе ставят не просто табличка шашечки не знаю есть ли у них лицензия наверно скорее всего есть а увидите пожарная поехал видимо скорее всего них это все есть потому что иначе бы гоняли самое интересное что на остановках стоять нельзя и гонять все время инспектора они все равно там стоят и вот они к нему обратились и он на новеньком на новенькой киев по-моему нет hyundai hyundai creta creta и он на новенькой критик повез не знаю сколько он с них сдерет но сдерет много ну тут уже не до денег то что девушки плохо он видимо ее повез дома вот видите даже молодым может стать плохо поэтому когда пожилые вот у меня была бабушка царствие небесные было почти 90 лет но это как бы не моя бабушка а вот ну родственница и она все время звонил в этом дтп до сих пор стоит она все звонила и мою мангеру валя ты знаешь какое у меня давление а мне вам икать так вам лет то сколько вот поэтому тут молодым то плохо ну что журналов тенге нету лайки все вообще закрыли сегодня а нигде ничего не купить только старые номера остались ну подожду может быть наверно они пока старые не распродадут новые не завозят ребята я не знаю вот будем ждать и случае чего потом тогда по объявлению бывает иногда что можно даже купить дешевле так что вот так все на этом наше путешествие по поиску журнала закончилось а